Интересного такого и важного для меня некоторые вещи, тоже подтверждение такое. Спасибо Господь за этот день, благодарю Тебя Господь за это собрание наше, благодарю Тебя за тех, кто смог быть, за тех, кто не смог быть, Боже, благослови их, Боже, особенно отца Виктора, прошу бы благословиться. Просил за него помолиться, за здоровье, отойти от огорода. Да, аминь. Благослови его, Господь, его семью благослови всю во имя Иисуса Христа, Боже, исцели Господа, укрепи Господь физически его, Боже, чтобы он смог быть в Киеве у нас здесь и 1 сентября, и как можно чаще, Боже, во имя Иисуса Христа. За Алексея молимся тоже. Да, Алексей Иванович, благослови Господь, Боже, его полным исцелением, возрождением этим, видновленья вот этому, дай Господь Боже, и анновленья, и видновленья вот этого. Аминь. Духа, души и тела. И всех братьев благоставляем. Вот. Василя, отец Василий, с Винницкой области тоже благоставляем его. Вот. Ризников благоставляем. Благоставляем обязательно. Грицевых, да, благоставляем. Если кто подключился, то, значит, да, благоставение вам тоже. Вот. Кстати, от нашего, Руслана Грицева, от нашего отца Павла получил посылку. Ну, еще не получил, но уже пришло известие на теле, может, на новой порште лежит меня уже, ждет уже. Вот, это хорошо. Вот, там всякие такие смоколоки. Мед. Может быть, и мед даже. У них там медов есть, ну, посмотрим. Это же пара прошел медовик. Да, да, да. Ну, сюрприз, посмотрим, что будет там. Интересно даже. Да, даже интересно сам, да, открыть, да. У нее там прошлый раз был, я чесночок не прислал, там прошлый раз, там такие головки с кулак прям. Вау, думаю, вот это да, чесночок такой мощный был. Ой, ладно, хорошо, про чесночок, потом про Египет вспомню. Вот, благостави Господь Украину сегодня. Вчера, вот, праздник, да, День независимости. Потом, позавчера, это День права, да, флага, флага. Благостави сегодня. В основном церковное собрание проходит в воскресенье. И все, Господь, собрание народа Твоего, благостави людей, всех верующих. Разных конфессий, разных динаминаций. Невод, жатвы, невод, жатвы. Благостави Господь Божий. И конференцию, предстоящую их благостави. Благостави, Боже, всех братьев, сестер. Боже, разные конфессии, разные динаминации, которые молятся. Боже, сегодня проставляю Тебя, Господь, в разных собраниях, в разных обрядах, традициях, Боже. Да прославится имя Твое Святое, Господь. Слава Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И вот, братья и сестры, сегодня еще преображение, продолжается праздник, кстати. Сегодня завершение праздника преображения. Ну, завтра даже. Завтра, 26 число, как раз праздник преображения, сама тема преображения. Вот она такая очень такая серьезная, важная. Если дует, можно дверь прикрыть. Ничего? Не, нормально. Вот. Она такая очень важная тема. Вот. И обычно у обывателя преображение ассоциируется, ну, календарно, с 19-го такое августа, да? А в православной церковной традиции все гораздо, ну, продолжительней. Начинается даже еще 18-го августа предпразднество преображения. Тоже отдельная служба есть, даже такая посвященная как раз. Там уже песнопения преображенские поются. Вот. Потом с 19-го начала и до 26-го, включительно. 26-е, это как торжественное завершение этого праздника, отдание праздника преображения. Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Так вот в календаре называется церковно-православном. Вот. И вообще песнопения преображенские очень красивые. Вот. Я люблю очень праздник этот. Вот именно, ну, если брать церковную традицию саму. Церковную традицию саму. Вот. Но я сегодня в белой, не в белой рясе, а в черной. Вот. Но вообще все преображения обычно мне еще, что такая в белом, да. Все доминиканцами становятся. Короче. Да, значит, все в белом. Значит, и, значит, наш епископ, вот, кто мне располагал в священнике в 91-м году, он тоже, он принципиально всю неделю преображенскую, он белый подрясник, белая ряса, у него белое облачение, все, он подчеркивает это, ну, вставя традиции. Вот. Сейчас многие не соблюдают традиции, вот я в частности, как реформатор. Хотя, прошлое воскресенье тоже белое, и так вот белое люблю тоже одевать. Вот. Вот, и это как напоминание такое, обычно так рассуждаемое, да, что белый цвет, белые ризы, да, эти напоминания как раз о преображении на горе Иисуса самого, вот, Господа. И когда он предучениками там преобразился, одежды стали белоснежными, вот, значит, лицо просияло вообще. Ой, да, спасибо, Господь. И о преображении, рассуждая, конечно, мы вспоминаем и преображения, которые были до Иисуса, да, вот, преображение, вот, два самых главных преображения, описанных в Библии, да, это преображение Моисея и преображение Иисуса. Преображение в Ветхом Завете и преображение в Новом Завете, да, вот, два разных таких момента. Одно событие, произошедшее там 3331 год назад, история с Моисеем, да, когда он с горы, он даже не осознавал этого, но люди просили даже накрыться его, потому что он сиял, просто сиял, был преображенным. Вот, на горе он получил заповедь и все, и вернулся вот в этом, и это было, конечно, на самом деле, для народа было пугающе. Вот в истории с Иисусом это было кратко, и это было ярко, это было на горе. Уже когда они поднялись, они уже не видели никого, кроме Иисуса, и когда Иисус, говорит, спускался, он не сиял, не пугал людей тем самым светом, он был обычным в своем состоянии, таком человеческом. Вот, и преображение Илии того же самого, да, но оно описано не как преображение, а как восхищение в последний момент его жизни, да, как огненная колесница. И он сам огненный, кстати, вот тоже один из эскизов набросал я, значит, вознесение как раз именно вот Ильи. И вот там я его изобразил не просто как человека, а вот как уже трансформирующего человека, такого, человек, который, где смертное уже поглощено уже жизнью. Он уже такой полуогненный сам уже, не только, ну, как бы колесница там огненная, как обычно рисуют. Ну, это, кстати, даже логически, если бы он был в плоти, он бы на этой колеснице. Конечно. К моменту, момент восхищения описан кратко там, конечно, но он очень восхитителен на самом деле. И преображенное тело его было вознесено. И когда Иисус на горе преображался, да, пред учениками, то как раз Моисей и Илья, вот два этих вот свидетеля были как раз перед ним. Вот, и ученики, они с просонок, они, конечно, но они сразу определили, кто это. Они сразу знали, кто это, потому что, говорю, в том измерении духовном, Божьем, да, там сразу понимаешь, кто, что, почем и когда. Все знают, они не спорили, это может быть тот, а может быть тот персонаж, нет, 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 они сразу знали. Приветствую. Слава Богу. Аллилуйя. Присаживайтесь, да. Да, да, слава Богу. Вот. О, слава Богу. Надеюсь, скоро Алексей Иванович с нами будет тоже. Да, да, сейчас, скажи, с нами. Дай Боже, да, как раз, да, было бы классно вообще. Вот, и по поводу преображения, преображение, значит, и как раз по церковному календарю, православному, да, преображение продолжается, ну, вот, всю неделю, даже чуть больше. Вот, и сегодня еще продолжается, и завтра такое торжественное завершение этого праздника, да, вот, и событие преображения Иисуса вспоминается, но тут же говорится и о преображении, намекает, намек такой на преображение, которое описано в Библии. И в Новом Завете, кстати, вот, католическое, надо поинтересоваться традицией католической, я ее мало знаю, к сожалению, вот, мистическое католицизм вообще не так хорошо знаю я. Но, но, в истории, допустим, православной церкви, протестантских церквей и католической тоже наверняка, моменты преображения тоже описаны, были. В православной традиции, допустим, ну, самый такой классический пример, это вот Серафим Саровский, да, вот, значит, да, беседа с Матавиловым, когда его просияло лицо как солнце, значит, и Матавилов, там, этот бизнесмен, этот был просто шокирован, как бы, значит, да. И Серафим объяснял ему как раз тайны Духа Святого, вот, именно жизни в Духе Святом. Вот, значит, и Сергий Радонежский тоже из православных, ну, более древних святых, Сергий Радонежский вспоминается. Но там ученики не видели, там были ученики его тоже, они жили в отдельных таких, ну, домиках таких, избушках таких, засыпушках, избушках всяких таких. Вот это, ну, сейчас это Лавра, сейчас это большой монастырь, тогда это были просто такие маленькие, ставились домики такие. Кто-то землянки рыл, изначально там были землянки, а потом они уже стали уже такие засыпушки, а потом уже избы ставили даже большие. Храм построили там, значит, это, а потом со временем это превратилось уже в большой монастырь. И вот в момент еще становления монастыря, еще были вот эти вот избушки и засыпушки, вот, значит, и землянки. И вот, значит, ученики видели, значит, что ночью его келья была озарена сильным светом, изнутри бил свет. А в то время не было электричества, не было таких источников света, они понимали, что что-то происходит, значит, в нем, в самом Сергии, значит, да, значит, и вот это была как раз молитва. И потом, значит, он описывал, значит, сам Сергий уже там уже говорил, уже скользь ученикам, что это было посещение его, так, что ангелы посещали его, значит, там его там. Но, опять-таки, потом приписали там Богородицу и, значит, и, по-моему, и не раз даже приписывали. Вот, одним словом, значит, тут же мистицизм такой наложился, религиозный, православный, потом из самого Сергия сделали идола, значит, стали поклоняться ему, его костям, там, значит, и до сих пор это продолжается. Ракость стоит, поклонение, я тоже, вот, в прежнем моем христианстве православном тоже, к сожалению, мощам этим поклонялся. И когда в Лавру приезжал Троица Сергия в Загорск, тогдашний, сразу к Сергию, сразу. Я ни в храм, никуда, сразу к Сергию. Это мой небесный покровитель, я так воспринимал его, как ангел. Да, сразу, да, да, вот, это как по-белорусски, Серожа, да, Серожа, 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 вот, я сразу, да, к нему, сразу поцелую мощи, потом уже все. Я уже иду дальше, уже по храмам, все, там уже, там уже все, уже по всем остальным, по кельям, там, значит, да, а так вот, вначале к Сергию, все, я никого не знаю, ничего, я ни с кем не, я сразу к Сергию. Потом уже, вот, вот, правда, потом меня немного, конечно, настораживали моменты такие, в частности, когда, вот, 87-й, это был год, 88-й, начало, 88-го, я приезжал, и там, как раз, семинаристы на послушание были, на таком, честно говоря, ну, вот, камеры не было у меня тогда, вот, а если бы заснять, это можно было снять как фейм ужасов какой-то, знаете, вот, значит, вот этих, елей с мощей, называется, с мощей, то есть, значит, да, реально маслом поливали по этим костям, значит, и кости окунали, значит, там, значит, там, человеческие, вот, в этот, елей, в это масло, ну, растительное, оливковое, там, какое, не знаю, там, масло, вот, значит, и потом это все разливалось, значит, там, и, вот, значит, продавалось, и, ну, оно до сих пор продается, в принципе, просто я сейчас процедуру давно не видел, но, честно говоря, так, уже, жутко, 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 жутко Мощный такой Елейда, мощный. Честно говоря, жутковато было немного, особенно когда там хранили, еще где храм этот, где сами мощи-то, собственно, Сергий-то, и там, значит, к нему еще пристроечка, куда не пускает особенно народ-то, вот, там, значит, заходят только там, ну, раньше, по крайней мере, заходили только там, либо монах, либо там, если послушник, то там по послушанию, либо, если семинарист, то только с благословения там архимандрита, все, значит, там, вот, значит, и наместника Лавры там, ну, ладно, и с одним из архимандритов я попал туда, как раз, тоже, вот это отделение, а это, как-то, хранилище мощей, я же не знал, там, значит, ну, как бы, не интересовался, что же там вообще, вот, а это хранилище мощей, оказывается, и, значит, и он там показывал, мне, значит, там, интересны такие вещи, я, что, я, вот, мне было интересно, конечно, я почитал мощи, конечно, тогда, но, знаете, честно говоря, немного жутковато было тоже, потому что там, допустим, там икона такого-то святого, допустим, и там вмонтирована ребрышка этого святого, допустим, там, или челюсть этого святого, там, или что-то еще, вот, дальше, значит, там еще, а потом шло такое, как ассорти, значит, то есть, там кости разных святых вместе перемешивают, ну, это уже, это уже, ну, просто, уже все, ну, да, все перемешалось, короче, это уже неизвестно, кто, что, ну, короче, святые мощи, вот, да, на мощах трансляция прервалась, Ладно, вот такая история, короче, я всему тоже поклонялся, конечно, там и дерево такой, кусок старого, древесины старый такой, это вот фрагмент креста Иисуса Христа, один из гвоздей, что-то еще там, короче, все святыни тогда в Союзе, что были известны, там хранились как раз. Вот, я, конечно, там всему поклонялся, почитал, но, честно говоря, жутковато было, когда оказываешься, потом он еще Архимандритов вышел, вот я остался один, значит, там в этом хранилище кругоматние челюсти, ребра, значит, позвоночники, значит, все это, как бы, да, компания не очень такая, знаете ли, вот стою, вот, значит, жутковато, ну, и интересно, конечно, интересно. Но, потом, вот уже, с 96-го года уже этого не почитаю я, слава Богу, только лишь Богу почитаю, все, вот, но рассказы о святых, вот, древних, там, читаешь, даже кому сейчас, кого поклоняются, кому там, да, значит, они сами, ну, не выступали за это поклонение, там, они там не говорили, что, вот, хотя более позднее, там, встречается такое, чтобы приходить, мол, там, ко мне, значит, там, на могилку, там, или там, или гостя моим, там, что-то еще, там, значит, какие-то манипуляции там делать, нет, нет, вот, значит, и, конечно, есть, знаете, вот, поделюсь таким секретом, небольшим, есть два вида христианства, вот, на земле, на самом деле, два вида веры, вообще, как бы, два вида, вот, религии, можно выразиться так, в хорошем или плохом смысле слова, вот, и, как вот говорили, отцы древности, некоторые писали, Тертулиан еще писал, кстати, в своих апологиях, что есть церковь духа, церковь духа, да, и есть церковь по плоти, вот, и интересно, что, вот, когда Иисус родился, да, то, если брать еще дальше, отмотать, то Он, ну, в своей земной жизни, получается, исполнил многие прочества, и вот, самое первое прочество, у Матфея записано, какое исполнилось, что, сидево в очреве примет, да, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит, с нами Бог, и, вот, действительно, вот, это первое прочество, оно очень так, цепляюще звучит, звучит, с нами Бог, даже есть песнопение в православии, кстати, на Великой Вечерне, одно из самых красивейших песнопений, с нами Бог, да, ой, вообще, когда хор поет, это, это просто, там, мурашки, там, там, такие, ой, 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 там, потом, и хор, яко с нами Бог, и дальше, разумейте язык, конечно, это одно из самых красивейших песнопений, вот, это вот на Великой Вечерне, перед Рождеством, перед Крещением она исполняется, это очень красиво, конечно, вообще, это шикарное песнопение, вот, один из шедевров православной литургики, но, но, при всем уважении, да, значит, буквально переводится не так, вот, именно Эмману, это выпитый нами, съеденный нами, вот, частью наставший, растворенный в нас, Эмману, Эмману, если на иврите сказать с нами Бог, то надо буквально сказать Этануэль, оно пишется похоже, звучит похоже, но разница, типа, вообще диаметр, смысл разный совершенно, Этануэль, это буквально можно перевести только как с нами Бог, с нами Бог, Эль Бог, да, Этану, Этану, а Эмману, значит, именно это, можно перевести, один из вариантов, там, дальше говорится, тоже можно перевести как с нами, но там, тогда, в таком случае, в отличие от Этану, Эмману, если с нами перевести, то, значит, у нас одни мысли, одни пожелания, мы действуем в одном, в одной команде, как бы мы, вот, не разлей вода, мы вообще, вот, идем вместе, вот, тогда можно перевести как с нами, но, первое значение, самое лучшее, мне нравится, это буквально, вот, выпитый, съеденный нами, частью наставший, вот, растворенный в нас, вот, значит, то есть, это, и переводчики, вот, приводят пример, воду, вот, иллюстрация, мне, как художнику, это самое такое, ну, для восприятия, ну, проще мне воспринимать, когда есть образ какой-то, вот, вода, которая, вот, она с нами, да, вот, по отношению к ней, могу сказать, ко мне она, это Этану, но, когда пью ее, уже Эмману, Эману, Эману, Эману моим, моим, вода, моим, моим, вода, моим, Этану моим, значит, она со мной в бутылочке, но, опять-таки, ну, она в бутылочке, а вот, когда она во мне уже, она, частью меня сейчас становится, растворяется во мне, я в ней, она во мне, вот, мы уже одно становимся, буквально еще, там, пару мгновений, она уже растекается по мне, вот, это есть, вот, прекрасное переживание, это, да, вот, есть Эману, Эману, Эману моим, то есть, вода, частью меня оставшая, я выпил ее, она все, она, это я, я, это она, все, и вот, интересно, вот, так же, но, как буквально перевести, это, получается, Эмануэль, да, это Бог, которого я съел, выпил, который частью меня остал, растворился в нем, а он во мне, вот это вот переживание, Понимаете, это уже совсем другое христианство Вот, почему я говорю два христианства разных Вот немецкие фашисты тоже когда шли, да, воевать У них на ремнях там написано было, что с нами Бог И получается, что да, он, значит, со мной, Бог со мной Но опять-таки, когда вот Бог, даже если он близко, да, но он со мной В принципе, любой человек может это сказать Если по большому счету, так вот, не кривля душой, вот, не обижая никого и ничего Скажу, что любой человек на земле может сказать, что с нами Бог, со мной Бог Любой, даже человек идет там на дело, допустим, да, значит, там наркотики везет, значит, там, да И он, Господи, что пронесло там, значит, там, или там, ну, короче, взывает уже к Богу, значит, да Я к тревогу, так до Бога, вот, значит, любой человек, значит, и даже люди далекие совершенно от религии Порой свидетельства, такие чудеса, что вот, вот, действительно, Бог спасал, значит, спасает Вот, и действительно, любое, любое существо, даже на этой земле Любое существо, любая кошечка, собачка, значит, там, там, что угодно Растение любое может подтвердить, что да, с нами Бог, действительно Потому что Бог, он вездесущий, все исполняющий, как написано о нем В православном песнопении очень красиво поется Вот, и в Новом Завете говорится, помните, да, Павел говорит, что мы им живем и движемся и существуем То есть, вообще, ну, оно все Поэтому Бог с нами, это, в принципе, это, на самом деле, это не, это не что Это для всего, это норма, на самом деле, это обычно Вот, это не откровение А вот, Бог внутрь меня есть Бог, который частью меня стал, я частью его становлюсь Это, вот, это самое чудо Самое чудо А когда в еврейской традиции, еще до рождения Христа, до прихода Машеха До Рождества Христа, до нашей эры Когда, вот, я вот говорил, много раз уже, да, спрашивали Тоже и братья, там, сестры писал уже Что когда еврейские мудрецы, еще перед пришествием Христа, до Рождества, до нашей эры, как мы говорим, да Отвечали на вопросы Что есть главное, вот, в Писании Стих, золотой стих Который, как бы, открывает всю Библию То мудрецы двух разных школ, притом, диаметрально противоположных Спорящих между собой постоянно Но, единственный случай, когда они пришли к одному и тому же мнению, не сговариваясь Они один и тот же стих выдали Это было чудом от Бога, на самом деле Вот, потому что это реально было чудо Они, обе эти школы, нашли, и школа Шама, и школа Гелеля Две школы направления иудаизма То есть, были разные ветви, да, там, ну, как на школы, да Не школа, как назвать это Течение Да, там, фарисеи, садукеи, там, иисеи, там, зелоты, там, какие-то еще там Вот, десятки разных направлений Меньше известных Книжники просто, в конце концов Но, в целом, было две школы Будем так говорить Богословия Богословия основных Это вот школа Шама и школа Гелеля Вот, современный иудаизм, допустим С его, значит, многими перекосами и формализмом Он основывается на школе Гелеля Значит, школа Гамалилы, Гелеля, она сейчас классическая Школа, значит, да, иудаизма Вот, и Имеющие свои положительные стороны Но им уклон в законничество, обрядоверие и традиционализм Именно вот это все Гелель Гелель Значит, а школа Шамая, она исчезла Она перестала существовать Ее нет, ее мало кто вспоминает Потому что иудаизм традиционно ее не воспринял Эту идею Единственное, кто воспринял эту идею Это было христианство Раннее христианство Первая апостольская церковь, значит И, по сути, эта школа Шамая Она стала, таким образом, предхристианским, как бы, таким явлением Потому что Шамай говорил, как раз старший Шамай младший Вот, и отец, и сын Они говорили, что Мало быть евреем, мало быть кошерным Мало исполнять обряды, традиции Необходима вера, чтобы быть детем Авраама Что не обрезание дает нам быть чадом Авраама А именно вера Прежде вера идет А потом уже все остальное И Шамай говорил, как раз, школа Шамая Один из постулатов Это, что должно родиться свыше Переродиться от Бога Духовно переродиться И вот в третьей главе Иоанна Как раз разговор Иисуса с Никодимом Многие христиане, не зная из этой истории Полагают, что здесь столкнулись Впервые такие споры На самом деле То, о чем говорили Иисус и Никодим Эти же самые вещи Фактически поднимались Еще за столетие до того В этих школах иудаизма И судя по репликам Таким едким Оригинально звучит это Как именно сарказм Никодима Что я должен снова в утробу матери залезть Чтобы родиться Это чисто гирельское как раз высказывание Классическое при том Что в ответ на школу Шамая Что я должен снова в утробу матери Что я должен снова родиться О чем ты говоришь Или о реинкарнации О чем еще ты говоришь вообще О каком духовном рождении свыше А в школе Шамая говорили как раз Что да, рождение происходит именно от Духа Иисус опять-таки подчеркивает Рожденный от плоти есть плоть Рожденный от Духа есть Дух То есть есть два разных мира Плоти и Дух Но это не платоновское разделение Абсолютно нет Совершенно не то Не языческое представление Хотя гирель упрекал в неоязычестве Таком как Шамая Но вопрос духовного перерождения Которое от встречи с Всевышним происходит Просто в школе Шамая До Иисуса не было ответов На самые главные вопросы Иисус по сути ответил на самый главный вопрос Вот где эта точка, где это вот момент Вот Архимедов рычаг Да дайте мне точку опоры Я переверну землю Вот где эта точка отсчета Где это, от чего плясать там От чего переворачивать весь мир Вот Иисус указал на самого себя Он указал на самого себя Он сказал, что я есть путь истинной жизни Он сказал, что никто не приходит к Отцу Как только лишь через меня Вот и больше того В Новом Завете дальше Павел там пишет Что ибо един Бог говорит Ибо един посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Предавший себя для искупления всех То есть получается Называя Новый Завет Называя Иисуса Великим первосвященником Ходатаем Нового Завета И прочее, прочее Все опять-таки христосентрично То есть получается Иисус, Христос И есть вот этот ответ Для всех вопрошающих Как родиться свыше Что, как это происходит Поэтому Великий секрет Таинство Тайна, да, тайна Сокрытая В веках, в веков, родов А ныне открытая Всем, да, всем народом абсолютно Всем людям Открытая тайна Христос в нас написано Упование и слава Христос в нас Вот поэтому, друзья Вот есть два вида Веры Неважно Даже умом можно Одну и ту же веру исповедовать И в один Тот же храм Ходить, костел Или молитвенный дом В одном собрании быть Вот И внешне Очень мало Это можно как отличить Вообще-то, честно говоря Иисус Интересно Он даже сказал Что в его царстве Будет расти И то, и другое И доброе семя Принесет плоды И сырники Тоже будут расти И то, и другое Будет То есть в церкви До скончания века До пришествия второго Христа Будет и то, и сё И то, и другое Вот И Наверное, самый важный вопрос Вот как себя проверить Ты Часть церкви Христа Ты в церкви Христа Или нет Самое интересное Не важно Ты можешь Молитвы Какие произносишь Даже Ты крещеный Не крещеный Какую веру Исповедуешь Не исповедуешь Какие догматы Веришь Троицу Веришь Не веришь Ну, какие-то еще вещи Это Погода не играет Можно быть Догматично Безупречным Вообще Знать всю веру Все тайны О любви Не иметь Ничто написано Всё Потому что Вот Та самая Тринадцатая глава Знаменитая Коринфянам Это Как гимн Иисусу По сути Гимн Богу Гимн Любви Бога На самом деле Потому что Там имеется ввиду Любовь Именно вот Сам Сам Христос Сам Бог Сам Спаситель Вот И Имея все познания Имея всю веру Даже написано Да, так что могу там И горы переставлять А любви не имею То есть Это вот Саму суть Самого Христа Внутри не имею Всё Всё напрасно Вообще Всё напрасно И Из протестантских Кто вот Авторов Мне Об этом тоже Как раз Говорил Это вот Шевченко Саша Алекс Шевченко Вот я часто Вспоминаю его Добрым словом Когда вот Там Был у него В Сакраменто Красно рассказывал Когда кладбище Показывал Вот это Славянское кладбище В основном Молодёжь И верующие Да Ребята Девчата Вот значит Верующая молодёжь Казалось бы Значит Да Но Вот Увы Вот Наркотики И В основном Наркотики Это же Как бы Сакраменто Вообще-то Как кокаиновая Столица Америки Вот И в общем-то Но если раньше Там до приезда Русских Ну Союза Людей Там Чёрные Держали Кокаин В своих руках То теперь Даже чёрные Вынуждены Русские Учить Потому что Язык Кокаинового Общения Это русский язык Межнациональное Общение И мексиканцы Те же самые Африканцы Чёрные Там и были Кокаин Учий Русский Безрульная Ситуация Русские Отжали Весь бизнес Тому чёрных И мексиканцев Значит Но это тогда Ещё Начало Двухтысячных Вот Значит И И что интересно Люди погибают Молодёжь погибает Гибнет И Вот И вот Он мне рассказывал Александр Интересную вещь Там Остановились С ним возле Кладбища И он Общались Он как раз Говорил Что Я там Многие даже Знаю Кто лежит на кладбище Знал Этих Ребят Девчата Хорошие ребята Девчата Выросли в церкви Как и я Тоже С малых ногтей От молока матери Христиане Многие даже были В служении Уже Каком-то там В церковном Но Как я сейчас понимаю Реально Они не знали Бога То есть Вот Бог с нами Или Бог в нас Разное Христианство Разная вера Разная И она не в догматике Не в догматике Не в рясах Не в конфессии Не в динаминации Можно быть Догматично Вообще В таких суевериях Жить Вот Значит Если верить Официальному Житию Серафима Саровского У него там Такие были Суеверия Сумасшедшие Но однако Это не мешало Ему преображение Переживать Своей жизни Духа Святого Дух дышит Где хочет И это нельзя Граничить Ни конфессионально Ни динаминационно Ни догматично Абсолютно Вот Если человек Может обижаться Допустим Мне неприятно Когда допустим Мою веру Не разделяет Другой человек Допустим Да К примеру Я там Извиняюсь Но Вчера Одного там Забанил Забанил Короче Я долго терпел Этого брата Свидетелей Говы Но там Такой дотошный Столько цитат Уже Короче Но я признаю Троицу Он не признает Но Это не Думаю Я ему писал Много раз Что я уважаю Мнение У меня много Друзей Свидетелей Говы Но они Не такие Настырные Как ты Короче Они не лезут Вот так вот Танком Напролом Я понимаю Что для меня Это дело Даже второстепенно Честно говоря Но Когда он Начинал Уже хулить Уже Уже хулить Что я Признаю Троицу Значит Я все Уже Антихрист Какой-то Что-то еще Ну такими Более Жесткими словами Короче Я его черный список Добавил Вчера Не выдержу То есть Какая функция Например Отдохнуть На 30 дней А Ну я Короче Не Это на этом Ну ладно Короче Ладно Разберемся Но я этот черный список Называю Свой особый Особый молитвенный список Не черный список А особый молитвенный список Потому что Когда туда Кого-то там Либо из богохульников Либо там Ну в основном Таких вот Неадекватных Либо там Начат Матюками Даже такие бывают Всякие товарищи Тоже Остынь товарищ Там Вот Значит И Но Молюсь конечно Потому что знаю Что Господь Силен И вразумлять Заблудших Но для меня Вопрос догматики Там Я допустим Был в церквях Тоже в Америке Допустим В гостях Там И в России Тоже Где Не признают Троицу Допустим Там Песятники Единственники Допустим Да Проповедовал У них я Пожалуйста Вот Или Песятники Двуединственники Повалов Там Есть Большая Довольно Община Тысячная Община Вот Они Классические Двуединственники Ну Это Как Времен Вселенских Соборов Македоняне Их Называли Короче Это Верят В отца И сына Дух Святой Как энергия Не личность Сила Бога Сила Бога Это Как бы Есть На Востоке Такие Церкви Есть В Русскоязычном Миле Я Только Раз Встречал Такую Даже Не сам Седл Это Большой Седл Называется Вот Значит У них Там Большое Арендованное Здание Они Кстати Арендуют У Классических Американских Песятников Дома Литвенной Вот Те Нет проблем Это Окей Все Нормально То есть У вас Там Свои Какие Особенности Нет проблем Снимай Помещение Без Всяких Там Этих Вот Таких Плати Только И все И проводи Служение Все Нет проблем Да Пожалуйста Да Там Сильно Не заморачиваются Насчет Догматики Вот Значит И Мне было Чудно Конечно Ну Потом Так Немного Подискутировали В конце Так Вот После Служения За чаем Подискутировали Но Так Без Наездов Все Нормально Как бы Да Там Тем более Пастор Предупредил Что Батюшка Реформатор Как бы Не наезжать На него Сильно Короче Ну Тем более Проповедовал После Проповеди Уже много Что стало Ясно Им Тоже Понятно Вот И Значит Да Они Двуединственники Вот Я Триединственник Со мной Был брат Единственник С другой Общины Песятника Который Привез Меня Собственно На машине Вот Ну Как бы Довольно Интересно Ассорти Получилось Кстати Вот Единственник Да 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 Единственник Двуединственник Христос Мессия Да Да Что Христос Есть Иегова Бог воплощенный Опять таки Единственники Бывают разные Вот В Одесской области Единственники Васильковка Или как Забыл я То есть Иегова Воплощенный Во Христе Да Да Есть такой вариант Есть другой вариант Еще петербургские Допустим Единственники Петербургские Это вот Тоже у них я был Там Дмитрий Как Дмитрий Ой Ладно Пастора Забыл я Там Большая церковь На Невском проспекте Прям собираются Не Хорошие ребята Тоже Классные ребята Но Они вот Единственники В другом понимании Совсем Но ближе к орианству Допустим Вот у них такое понимание То есть Три логоса Неравнозначные Да Неравнозначные Божественные Но неравнозначные Да Вот А вот В Одесской области Был Как-то У Единственников Они допустим Верят Что да Именно Иегова Воплотилась Но опять-таки Не состыковкой Говорю Братья При всем уважении Мы потом общались Там тоже за чаем Я говорю Братья Ну при всем уважении К вам Ну говорю А кому Иисус Тогда молился Получается Что он Ну он как бы Изображал вид Что он молится На самом деле Он не мог молиться Никому Получается Опять получается Ну да Оно некрасиво Но я не верю Что Иисус лукавил В этот момент До кровавого пота Как можно Не верю Самому себе Да 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 Вот И поэтому Я верю Что Иисус был искренен Не лукавил Значит не разыгрывал сцену Там не изображал То что-то из себя Там такое Но опять-таки Но если так верят люди Верят так Но дело не в том А дело в том Что вот Христос Поселился Или в самом человеке Или возле человека Для него христианство Это Я и Бог Или Вместе Или мы рядом Только лишь Друг с другом Вот И Сам момент Это очень Очень и очень важный Ладно Я верю В единство Цело Целостность Церкви Христовой Именно Во Христе Иисусе Иисус сказал Когда молился Он молился Опять-таки Я верю Что это было Не наиграно В 17 лавеяна Он на самом деле Реально молился За учеников своих Вот тех Первых Да И молился Непосредственно За нас тоже Потому что За тех Кто уверовал По слову Их Он говорил То есть За всех Уверовавших Во все времена И поэтому Эту молитву Мы называем Как обычно Первосвященнической Вот 17 глава Евангелия Таана Называем Первосвященнической Молитвой Христа Потому что Он как Еще на земле Находясь Еще находясь В теле На земле Но уже По сути Приступал К обязанностям Первосвященника Небесного Ходатая Такого Ходатаяствовал За всех У нас уже Уже Как бы уже звучала Молитва Первосвященническая Прекрасная молитва И он там говорит Кульминационным Там является 17.17 Так легко запомнить Иоанна 17.17 Освяти их Истинную Твоею Слово Твое Есть Истина И вот это Потрясающе Он молится За единство И тут же Он указывает Как по настоящему Единство Это происходит Освящение Еще Значает Как отделение Истинную Слово Твое Есть Истина Вот Мы знаем Что Слово Для нас Ну Если Раньше Это еще Было Под вопросом Для людей То уже С момента Воскресения Христа Да и Вознесения Христа Уже Для нас Без вопросов Однозначно Что Слово Это Плоть Это сам Иисус Слово Стало Плотью Для нас Мы говорим Слово Подразумеваем Иисус Мы говорим Иисус Подразумеваем Слово Божье Вот И сегодня Из Откровений Читал я На молитве Кто там Может подключался Или посмотрите Потом На трансляции Включался В прямом эфире Шесть утра Значит Как раз Цитировал Из Книги Откровений Книги Откровений Там потрясающие моменты Есть тоже О Слове Божьем И вот Оно Настолько За душу берет Так за живое берет И там Как раз Слово Божье Одетое В одежду В разных переводах По-разному Звучит Но очень красиво Одежда Обогренной кровью Или одежда Пропитанной кровью Это одежда Она сверху Слова Божьего То есть Сам Иисус Он В этой одежде Да Он Слово Божье И он в этой одежде Обогренной кровью Или пропитанной кровью Вот И То есть Слово Которое Стало Плотью В хорошем смысле Слово То есть оно Засвидетельствовано нам Кровью Его Святой То есть Если до Иисуса Христа Как бы До нашей эры Да Человек он мог Как бы Особенно не евреи Да Вот Вне Израиля Люди Разных народов Племен Они имели Какое-то моральное право Сомневаться в Божьей любви Вот В том Что Бог любит нас То Уже все С того момента Когда все это Свершилось На кресте Когда Искупление наше Совершилось Вот Последних Вот этих 1989 лет Уже человек не имеет Такого оправдания Сомневаться В Божественной любви То есть Бог доказал Свою любовь Написано к нам Тем что Отдал Сына своего За нас То есть Он отдал свою кровушку За нас Единокровного своего Единородного своего Отдал жизнь свою За нас Положил свою То есть Получается Он доказал к нам Свою любовь Ко всему роду Людскому Ко всему человеческому Роду Сегодня Всякий Кто призовет Имя Господне Спасется Сегодня Действительно Человек Он По сути Все человечество Уже спасено 2000 лет назад Тем более Что Для нас Живущих Во временном потоке Таком Временном измерении Да Это чудно Конечно Очень Я понимаю Я сам Упираюсь часто В размышлениях Такую Стену Такую Я понимаю Что все Дальше Я просто не могу Просто я ограничен Я живу Живя во плоти Я ограничен Вот В этих размышлениях Даже Помыслах своих Потому что Я живу во времени Для меня есть прошлое Настоящее Будущее Бог Он Это время Создал Это одно из творений Его Тоже прекрасных Творений Бога Всевышнего Это прекрасное Его творение Вот И Оно очень красиво На самом деле Кстати Я могу даже Это лично Свидетельствовать Я кое-что видел Немного совсем Еще Пацаном еще Но со стороны Время Оно как река Похоже Очень красиво Завораживающе Просто манящее Снова окунуться в нее Знаете Как в жару Ты вот Вышел И хочется снова Окунуться в нее Прям Оно Оно Прекрасное Это время Оно красиво То есть Все творение Бога Оно красиво Просто Не вина Творца Что Ну Может где-то И вина была Его Но он Свою вину Искупил Полностью Он доказал Свою любовь Нам Да Отдал Само себя Он примирил С собой Во Христе Мир То есть Он Примирился С нами И Заплатил Страшную цену За себя Он Извинения Принес Перед нами Перед всеми Вообще За все Что так пошло В кривь и в кость У нас В истории Человеческой Вот Значит И теперь Наше дело Примириться с ним Теперь Он в первом Протянул руку Помощи Вот Тем более Что мы Не могли бы Сами Выкорбкаться Вот Значит И Интересно Что Вот Живя во времени Да Вот Интересно Бог мог Нас поместить Мы могли бы Родиться В разные эпохи Другие Какие-то И наши пути Не перестеклись Никогда Вообще Абсолютно Да Допустим Вадим Жил бы Где-то В средневековье Допустим И в Уз Сепенеду И в Запорожье Сидел бы Где-то На Хортице Значит Какой шарповал Вообще Вот Значит Пожалуйста Значит И Андрей Мог бы Где-то Допустим Времена Миколая Родзевилла Допустим Черного Черного Самое худшее время Да Вообще Так что Золотой век Белоруссии Был бы На самом деле Почему бы Нет Вот Ну Как бы К того еще Короче Макс Может быть Не знаю Может быть Древний Ваймвай Или Будущем Наоборот Или Может Будущем Да Да Гость из Будущего Привет Конечно Его по IQ Зашкаливало бы Может наоборот Тотальная Какая-то Деградация Была Чипы Повжевляли Я думаю Что-то Апгрейд Какой-то Был Не знаю Короче Посмотрим Это как Алису Себе Расспрашивали Что будет Что будет Потом Да Так бы И спрашивали Боего Как раз Одним словом Жили бы Все В разных Эпохах Допустим Но Бог Бог уместил Нас В одну Струю В один поток В один промежуток Времени Прожить Раньше Позже Но наши пути Пересеклись Слава Богу Вот интересно Очень И Нет ничего Случайного На самом деле В этом мире Тварном Вот И Как говорил еще Чарльз Перджин Там другие А до него еще Еврейские Мыслители Говорили Что Его Величество Случай Это псевдоним Его Величество Господа Бога Когда Он напрямую Не работает Под своим именем Не подписывает Свои произведения То По умолчанию Стоит его псевдоним Его Величество Случай Вот Но Мы-то знаем Что Это Он Это все Он Вот И Во временном потоке Нам чудно Это конечно Находясь Мыслить Как это Бог простил Нас во Христе Я не знаю Но Тайну Мы знаем Тайну Одну Что Иисус От века Заклонный Агнец То есть То что Протошло В нашем Человеческом Измерении Временом 2000 лет Назад На кресте На Голгофе На самом деле Это Какая-то Удивительная Не знаю Временное чудо И во времени И вне времени Вечности Вечности Это совершается То есть Это От века Вечности Заклонный Агнец Как это Это тайна Реальная тайна Таинство Реальное таинство Как это произошло Что это произошло Но я знаю одно Что кровь божественная Иисуса Она действительно Омывает нас От всякого греха И вот 2000 лет назад Казалось бы Это прошло событие Но до сих пор Всякий Кто призывает имя Господне Да Принимать Христа Верую Кровь Иисуса Приходит в действие Активируется Эта тайна Вот И в нас Происходит Это чудо Спасение Возрождение И прощение Хотя тоже Это Как Я вот сегодня Принимал причастие Допустим Сегодня Да Вот утром И размышлял Тоже Вот Бог Простил меня Он простил То что было То что есть То что будет Я живу В этом времени Мне чудно Это странно Ведь было время Когда я не знал О нем ничего Абсолютно Ничегошеньки Не знал о Боге А он уже знал меня И уже простил меня И уже Я еще не успел Перепрыгнуть Он уже Гоп уже сказал Что все уже Еще и тогда Еще тогда Да Тогда еще простил Еще на кресте Он уже смотрел на меня Уже Видел меня Вот И Грехи мои Все были на нем И Все проблемы наши Были на нем Я Диву даюсь Тоже значит Но Я просто принимаю веру Просто принимаю веру Потому что я знаю Что Это тот механизм Который способен Вот действительно Вот Принимать Как бы Как вот Устройство такое Да Как вот один батюшка Рассказывал еще Ну давно еще Еще в советское время было Вот Отец Иоанн мой Квятович Там было два Товарища Одним словом Два священника Два старых товарища Оба запада Белоруссии Два Иоанна Отец Иоанн Паташинский И отец Иоанн Квятович Вот Старые друзья Оба Вместе учились И вместе стали священниками И Трудились просто В разных городах И так получилось Что я вот Обоих этих священников Они оба Сыграли большую роль В моей жизни Тогда 87-88 Годы Вот Значит И Вот Один из этих священников Рассказывал Вот так вот Наглядно Очень интересно Красиво Что Вот Сережа Представьте Там не только я был Там еще были Там еще женщины Вот Значит Которые На Клирусе Тоже пели Вот За чаем Так общались Ну Молодец Он такие вещи Рассказывал Он так Очень аккуратно Рассказывал Но Пример Меня Меня это очень Коснулось Просто Я сейчас Сам переживаю Этот момент Тоже Очень Представлю Вот Вокруг нас Сейчас Вокруг нас Сейчас много Волн Много Этих Волн Разных Радио Телевизионных Но Наши глаза Наши Уши Они не способны Воспринимать Эти волны Нам нужны Какие-то Костыли Инвалиду Какие-то Вспомогательные Средства Изобретаемые Чтобы эти волны Мы могли Видеть Или слышать Воспринимать Придумали Радиоприемник У них стоял Радио Старое Ловит Голос Америки Тайком Ловил Интересно Это уже Без матушек При мне А муж меня проверял Сдам или не сдам Своя система Шифровались Советское время Еще было Шифровались То специально Денежку оставить Хорошую По тем временам Сумму Потом стал Понимать Уже поздоровление Проверял Прилиплен К моим рукам Или Заложу Я этого Батюшка Или нет А тот Кто Курировал У нас В Парловской Области Религиозных КГБ Он был Тайный верующий Оказывается Там такая История Я потом уже узнал Уже узнал Уже в 90-е годы Твои люди Вау Короче Там такая Была Хитрая Система Такая Вот Но Ладно И Вот Приемник Допустим Радиоприемник Он ловит Эти волны И для нас Он их Делает И вот Действительно Я Стоп Разрешляю Да Бог Он Везде Но Есть моменты Которые Настраивают Волну Свой приемник А у кого-то Он просто Разломан Хлам Груда металла Допустим Я Не технический человек Мне Что с этим Металоломом Я не знаю Как его Вообще Починить А человек Который Технически Грамотный Ох Нет проблем Там Паяльник Взял Там еще Что-то Бас-бас-бас Лови Все И уже Слушай Я смотрел Фильм Этот Про американцев Англичан Которые были В рабстве У японцев В плену В плену Их как Рабов Гоняли На каменоломнях Они там Гинули Почем зря Гибли Просто Военнопленные И История Основана На реальных событиях И там Как раз Показывают Пару британских Офицеров Пленных Военнопленных Они там Соображали В технике Там что-то У японцев Стащат Там что-то Стащат Всякую железяку Где-то Проволоку Стащили И тайком Раз они Смастерили Приемничек Чтобы хотя бы Знать Им Вообще Они закрыты От любой Информации А им интересно Война-то Хоть проиграна Или выигрываем Мы Или вообще Или уже Про нас забыли Вообще Про всех Короче Или сплошная Япония Теперь по всему По всему лицу земли Короче Нашли они Приемник Смонтерили Приемник И Там показывали Очень интересно В этом фильме Как раз Лица этих Военнопленных Которые слушают Диктора Британского Радио Они так переживают Что И там И Гитлеру Под хвост Надавали И японцев Там уже Бомбят Они такие Вау Скоро И к нам Короче Придет уже Свобода Из подручных средств Буквально Соорудили Из ничего Приемник Тебе И знаете Другой человек Ему дай Библию Книги Духовные Он скажет Ну ладно Представь Ну и что Это как Метлолома Для него А другой Возьмет Пару Листовочек Все И уже Радиоприемник Соорудил И уже Ловит Ух ты Живой бог Да вы что На самом деле Такой Вот И из ничего И драгоценный Изничтожного Просто вообще Возьмет Значит Да Вот А другой Для него И вообще Казалось бы Богатство Огромное Дай Ну и что Ну и мало Вопросов никуда Когда человек Спрашивает Вот как тот Свидетель Которого я Заманил Он даже Вопросы записал Некоторые Я пытался Отвечать Прошлые дни А потом Понял напрасно Он даже Он не слушает Ответов Моих То есть Он задает Вопросы Не желая Слушать А желая Спиной Да Просто да Желая Просто Еще дальше Дальше Говорить свое Это вообще Это никуда Ни в какие ворота Вот Я понимаю Я готов Выслушать его Но мне интересно И сказать Тоже свое мнение Вот А когда это не клеится Бог хочет Говорить со всеми нами Со всеми Со всем своим творением Но Люди закрыты Вот И Знаете Как чудно Что мы порой Там годами Ждем от Бога Что-то Да А Бог Он ждет Гораздо больше Нашего От нас Что-то Нашего Слова какого-то Вот Нас принять Спасибо тебе Господь Спасибо За тайну Церкви твоей Братья Сестры Церковь Называется Телом Мессии Телом Христа Сегодня Молюсь Благоставляю Церковь Как Не просто Там Организацию Структуру Конфессию Динаминацию Объединенную Там Вероучительно Объединенную Там Иерархично Как-то еще Нет Это Все понятно С этим Больше Или меньше Все ясно Вот Значит И Хочу благоставить Сегодня Церковь Именно как Действительно Церковь Бога Живого Которая Столпи Утверждения Истины При всем Уважение К Папе Римскому Или Патриархам Православным Или Пастырям Больших Служителей Протестантских Церквей Любая Структура Это Структура Я Благоставляю Церковь Духа Церковь Которая Есть Действительно Та От которой Бог В восторге От которой Бог Даже В смущении Вот это В Песне Песней Говорится Уклони Отчет твои От меня Ибо они Волнуют Меня А перед тем Вот этот стих Который Обе школы Иудаизма Перед пришествием Христа Признали Как раз Золотым стихом Библии Будем так Говорить Торы Пророков Писаний Ани Ле Доди Ведоди Ли Я Принадлежу Моему возлюбленному Возлюбленный Мой мне Песни Песней Книга Песни Песней 6-3 В русском Исчислении Значит 6-3 Значит это 6-я глава Третий стих Песни Песней Ширга Ширим И поэтому я говорю Братьям порой Тоже и в школах Библии Когда говорю Что знаете Вот действительно Порой Книга всех книг Библия Книга всех книг В ней есть Песни всех песней Это песня любви И в этой песне Всех песней Есть стих Всех стихов Вот как раз Этот стих 6-3 Я Принадлежу Моему возлюбленному Возлюбленному Мне Перевод синодальный Он Вот все-таки Он далековатый Вот это Ле-до-ди Ве-до-ди Есть даже песня Шаббатная песня В начале шаббата Поется Ле-ха-до-ди 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 Ле-кра-хаб-каба Вот это Ле-ха-до-ди Вот интересно Это как бы Имеется в виду Мой возлюбленный Он Короче Как в экстазе Ну грубо Может перевод Как назвать Не знаю Это То есть Короче Это высшее Наслаждение Человека Доступно ему Вот Физически Духовно Душевно Всячески Он В полном Удольфорении Почему еще Песни песней Там Называют Еврейской Камасутры Еще Слышал Такие Высказывания Потому что Если буквально Переводить Тексты Песни песней Именно Этой книги Этой книги Они Эротичны Вообще Они Притом Говорят В образах Таких Что Максимальное Удовольствие И Удольфорение Мужчины И женщины В экстазе Вместе Сразу Они Оба Получают Максимальное Удовольствие И вот самое Интересное Вот это Ле до ди Именно так Переводится Вот это Получается Что Я в нем Он во мне Не просто Перевод синодальный Он красивый Но он Такой Очень ограниченный Я принадлежу Моему возлюбленному Возлюбленному Мой мне Принадлежность Ну Опять таки Ну непонятно Что принадлежу Что Эта ручка тоже Мне принадлежит Допустим Но я от него Не балдею Допустим Ну как бы Там Вот Не Не Это немного Принадлежность Это не тут перевод Все таки Здесь имеется Буквально Я в нем Он во мне И Мы с ним Удольфорены Полностью Вместе В экстазе В одном Вот значит И Вот Иисус сказал Я и отец Одно Я и отец Одно И То есть Бог и человек Человек и Бог Вот если описать Церковь То это Человека Божия Да Братья и сестры Я извиняюсь Что там Кто в эфире Сейчас Кто подключался К эфиру Там значит Какие-то перебои С эфиром Но есть камера Вот рядом Камера стоит Камера записывает Поэтому я постараюсь Значит Может даже завтра Залью все Короче в сеть Поэтому посмотрите Послушайте Хорошо Потому что Там что-то прерывается Вот Не обессудьте Пока так вот Майму Тащимайму Вот И Хочу молиться Сегодня Благоставляю всех вас Возлюбленные Братья и сестры Дорогие друзья Вот Не только присутствующих здесь Но и те кто Онлайн У нас онлайн больше Чем присутствует Ну ладно Онлайн Так получилось Ладно Собрали нас только Семь человек Ну и я Восьмой Ну и девятый Господь Все Среди нас А здесь Тринадцать Уже Подсоединилась Да Одновременно Это Удва Ага О Да Класс Так что да Нашего полка Прибыло Вот Но Где бы вы ни были Кем бы вы ни были Хочу благословить вас Знаете Как вот В исламе Был такой тоже Такой мыслитель Ну он не совсем религиозный Он больше светский Даже и как бы Насколько это возможно Было тогда В древности Для мусульманина Значит Написал один поэт Такие стихи Мархайям Написал стихи такие Любовь к тебе Я выбрал Боже Все прочее Ничтожный хлам Вот я как-то Часто вспоминаю Эти стихи Вот иду Порой Любовь к тебе Я выбрал Боже Все прочее Ничтожный хлам И вот думаю Надо же А он там Как раз Рассуждает перед тем Что есть там Вера Религия Что есть ислам А дальше он пишет Любовь к тебе Я выбрал Боже Все прочее Ничтожный хлам Ему не могли простить Даже эту ритму Слам-хлам У него там Много таких вещей Таких вот Как бы Есть таких Да Ну и безбожных Некоторых вещей Казалось бы Но таких Антирелигиозных Даже скорее Вот Чем Безбожных Но в то время В средние века В то время Воспринималось это Как безбожие Будем так говорить Вот и Знаете Пусть в наших судьбах Совершается чудо Вот именно Такого Единения с Творцом Единения с Богом Я верю в настоящий Божий Такой Вот это Экуминизм Настоящий Божий И что Христос Иисус Он действительно Стал вот тем Ответом Который И страдавшись Человечество Ждало И ожидало